Кадровый день у главы государства. Сегодня назначен новый министр труда и социальной защиты. Руководителем ведомства стала Ирина Костевич. Также Александр Лукашенко дал согласие на назначение Игоря Бузовского главой администрации Центрального района столицы. Владимира Карпика помощником президента, главным инспектором по Минску. Новые руководители и в нефтяной сфере. Все, кого пригласили сегодня во Дворец независимости, люди не новые во властной вертикали, с большим опытом работы. Оттого и задачи, поставленные перед ними, непростые. Анастасия Иванникова знает, о чем президент говорил с управленцами. Это назначение ждали уже не первый день, а самого претендента выбирали из множества кандидатур. В итоге Министерство труда и социальной защиты вновь с женским лицом. Главой профильного ведомства стала Ирина Костевич. Перешла прямиком из Министерства экономики. В ее карьере не один год работы в сфере статистики и анализа. Прошла путь от экономиста до первого возместителя председателя статкомитета. Уже сегодня уверена, такой опыт пригодится, а вместе с женским обаянием поможет решать сложные вопросы, уже социальные. Задача на 2017 год стоит создание 70 тысяч новых рабочих мест. Эти рабочие места должны быть современные, качественные, эффективные, конечно, соответствующим уровням заработной платы. Занятость, эффективный рынок труда, но главное любить людей, для которых и с которыми работаешь во время интервью, подчеркнет новый министр. Такой социальный посыл сегодня как никогда важен в сфере соцзащиты. Впрочем, о своих планах сегодня говорил каждый из назначенцев. Кадровый день у президента получился насыщенным. Игорь Бузовский, теперь глава администрации Центрального района столицы Владимир Карпяк, помощник президента, главный инспектор по Минску. Необходимо новые рабочие места создавать, но самое главное сохранить то, что у нас есть. В первую очередь это в реальном секторе экономики, который дает нам валовый продукт. По-прежнему в центре внимания многовекторности. Новое назначение в дипломатическом корпусе. Наша страна торгует почти с двумя сотнями государств мира. В списке основных Россия на втором месте страны Евросоюза. На его долю приходится около 30% экспорта и пятая часть импорта. Страны СНГ – традиционные партнеры Беларуси. Но, к примеру, с Кыргызстаном надо выходить на новый уровень сотрудничества. Для этого в Бишкек направлен новый посол Андрей Страчко. До этого в МИДе он отвечал как раз за двусторонние отношения со странами СНГ. Дипломат подчеркивает, ставку будут делать на кооперацию. В июне 2016 года мы открыли совместное производство тракторов, сборка наших тракторов. 400 тракторов мы планируем собирать каждый год. Плюс продолжается работа по созданию такого же кооперационного производства по сборке наших комбайнов. С каждым годом все более тесное сотрудничество с Японией. На рынок этой страны выходят наши крупные предприятия, к примеру, БМЗ. Свои возможности готовы презентовать МАЗ, МТЗ, БелАЗ. Товарооборот Синюка из страны восходящего солнца пока не слишком большой. В основе белорусского экспорта калийные удобрения, стекловолокно, лазеры. Но сотрудничество готовы наращивать. Взять, к примеру, туризм. Впервые совместными усилиями создан проект по кратному наращиванию японских туристов в Беларуси. А еще Беларусь и Япония готовы к бизнес-диалогу и даже созданию аналога ПВТ японского промышленного парка в Могилевской области. Глава государства поставил конкретные задачи. Это, конечно же, дальнейшее выстраивание контактов с бизнесменами. Это работа по привлечению инвестиций из Японии. И, конечно же, это расширение регионального сотрудничества. В свое время японские специалисты принимали участие в строительстве таких белорусских гигантов, как Новополоски и Мозорские нефтеперерабатывающие заводы. Кстати, на оба сегодня назначены новые руководители Александр Демидов и Виталий Павлов. Сейчас идет строительство установки по переработке тяжелых нефтяных остатков, что, в свою очередь, позволит увеличить глубину переработки нефти. Основная задача, конечно, совершенно верно, стоит в кратчайшие сроки окончания модернизации. Потому что модернизация – это экономика, это возможность переработки нефти. Причем одна из задач поставлена – приспособиться к переработке нефти покупаемой по рыночной цене. А вот у руля Гомель Транснефть Дружба теперь Олег Починок. Также Сергей Гунько назначит заместителем министра промышленности, а Виктор Кураш – директором департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции. Анастасия Иванникова, Валерий Науменко и Алексей Юнош, телекомпания СТВ.